Прошу изъять и обеспечить сохранность данных приказченных товаров как предметов совершения административного правдопутывания. Это там юридический отдел, там, сосудный такой есть. Да, ну вот кто-то есть у них там, из юридического отдела кто-то. А если вы еще торгуете просрочкой, тогда мы идем именно к вам. Я думаю, что я уже перестал искупить в положение представителя ВОО «Призма». Вот что я делаю. Поэтому это я не для вас. А больше для графов, чтобы вам показать все свои вопросы. Ну и, конечно же, для территориального отдела Роспотребнадзорка. К тому предприятию не стоит заслуженное наказание. Да, вот. Все, мы попробуем. Самые законы сроки. Ну нет. Сотрудники полиции будут передавать в территориальный отдел. Ну, это как раз есть установление законы сроки. Я сейчас не вашу компетенцию. Я вас не удерживаю. Возрагу при сотрудников полиции. Мы пройдем в обязательном порядке. И так уже хватит, наверное, нарушать моих правах. Ты бежишь. Вы на самом деле вырежете в полицию или на полицию вырежете? Нет, я вам не буду. Везем полицию. Вот я слабил 21-23. Сейчас я еще раз продублирую вызов, чтобы быстрее было. Да, вы слышите? Можете позвонить. Можете так же, для ускорения, позвонить, продублировать, сказать, что здесь 3-14 до разы. Нашли номер в гугле, 33-й отдел полиции. Предполагали, что попадем к оперативу дежурного. У нас по магазину призма вопрос. На звездный отдел выехал ли кто-нибудь. Долгое время не можем догадаться сотрудник полиции. Тут по некачественным товарам, опасным для жизни здоровых граждан вызов был. Ясно, благодарим вас. Я начальник отдела взял трубку. Да, то есть что? Да, там знаешь, это... Блин, такой... Велика честь, да? Такой разговор классный, вот реально не слышал давно, даже по телефону. Вот прям, знаешь, ощущение, как будто прям с сотрудником полиции разговаривал. Или кто-то уже доложил? Знать, не могу. Сказали, что через 2 минуты к нам выезжают. Ира, Ансисуриту, кто-то помогает. Ансисуриту, не только ГБР оказывается, но еще и непосредственно охрана есть. Но охрана именно поадекватнее такие, я заметил Ансисуриту. В ГБР вообще какие-то отморозки приезжают зачастую. Обеспечивают такой вот годный контент, как в прошлом году на Думской 4 в магазине Перепресток. А можно потом исходники скинуть? На электронную почту? Ну, ссылку на Яндекс на Google 10. Ну, по-братски просто. Сам не знает, поживает плечами. Значит, не на себя работает. Смотрите, это было вечером, 19-го числа. Я им написал книгу отзывов. Они... Вы сразу в этот день замечание сделали? Да, я сделал замечание. Были вот эти 2 банки крабов в чеке, да? Я эти 2 банки крабов подарил своему знакомому. 503-я статья Гражданского кодекса, о которой я его написал. Если товар оказался некачественным, да, при возврате денегных средств, продается не будет право. Сейчас у него обратно стоимость, которую полизовала стоимость товара, средства его полного частичного. То есть, всем использовали. Да, то есть, я делал возврат, отсутствовали, так как я их подарил, вот эти 2 банки крабов, которые, да? Они отказались делать возврат в полном объеме. Не было на них уже времени, нервы тратить. Меня уже ждали в другом районе города, остановился на маркерах, в Пикерах, в Пикерах. Именно по данной ситуации. По данной ситуации. В этот же день в Бермуде получается все, кроме 2 банок работы. Да, да. Они меня возврат в полном объеме, даже на эти крабы обязаны были сделать. Но отказались. Была сложная ситуация. Я обратился на горы Суверене. И через минут 5 я вышел, покурил. Просто надо, чтобы крабы уже подарили. Ну да, рядом с магазином подарил сапогу. Было отказано в полном возврате. О чем была донесена информация до руководства. Я не помню, зарядку его линию. Точнее, в офис. Правильно здесь говорить, в офис. И в итоге сейчас здесь зам отправляющий прям на видео говорит. Ее, кстати, не было здесь в прошлый раз. На видео говорит, что мне якобы предлагался возврат денежных средств в полном объеме. То есть абсолютно за все позиции, кроме меня нельзя. Либо она неправильно поняла, ее здесь не было. Либо она пытается кого-то выгородить. Вы, получается, обратили внимание на срок до сих пор, после долга банки. Кого вы пытаетесь? Не в центральной группе сообщения. Я указал, что абсолютно все товары фон Майонеза оказались в системе. Вы не встали сюда? 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 Ну. Обнаружили именно, где у миссера пристел? Вы не встали сюда? Приобретение товара? Здесь это не играет никакой роли. Я вам вопрос, наверное, объясни. Я не считаю, нужно ли его отвечать. Я же не у следователя сейчас. Я заставлю это объяснение. Если у вас будет какая-то претензия, Московская 129. Я вам просто объясняю, что я задаю вопрос. Да, но мне не надо Московская 129, там во время денежки. Если там кто-то меня сильно бы разозлил, там была бы Московская 129, сегла. Нам сейчас с первым и с 34-м отделом хватит пока делать. 33-й пусть пока служит на благо граждан. Нарочники потеряны. Так просто, времени мало там, да, указывают на все полностью. При обращении... Хочется и вас быстрее отпустить, и самим быстрее все это охранить. Не, мы работаем. Нет, мне хочется и вас быстрее отпустить, и самому быстрее свалить. Я сейчас вынужден от этого сдаваться. Вы, получается, через 5-й перерывите в магазин. И с кем вам ничего не попался возврат вставать? С заместителем управляющего по имени Андрей. Там ответ с центрального офиса прислали. Там, если на фамилии указано, у меня на бейшке нет раны. Мне кинули 3 тысячи с копейками рублей за все, кроме майонеза. Я по майонезу претензии не имею, и он оказался качественным все-таки. За все, кроме майонеза. И кроме вот этих двух баночек камчатских крабов. Я считал, сколько именно. Я им сообщил, что половину возврата за некачественные товары даже менее не имеет смысла. Потребовал, соответственно, с законом провести возврат за все некачественные товары. За что вам это сказали, да? Да, они сказали, там, типа, сдайте сами баночки, прочее, прочее. Вы, получается, ушли уже с приобретенным товаром, получается? Да, они долго не отдавали чек. Я требовал отдать оригинал чека у старшего кассира, я долго не отдавал. В итоге у меня получилось всего кое-как еле-еле истребовать. Я забрал все эти товары, положил, у меня осталась сумка была, сел в такси и уехал. То есть не было абсолютно времени, я бы еще доволен именно в тот вечер позвонить в полицию. Но я в тот день был вообще не выставшийся, я прилетел в Пулково. Остальное, наверное, в заявлении будет. Там будет, вот, прошу вас привлечь, о, призма и руководство супермаркета призма, там, к ответственности, там, изъять товары, передать свой спортермазор. Так, вот, е-мейл, так, пишем, вот, на е-мейл может все. Там, может, его на этот е-мейл, жалобы на просрочку присылать нам, на противоправные действия сотрудников полиции. Если кто-то, вот, из полицейских... Если ущемляет ваши права в отделении, пишите. Если вдруг, согласно вашему мнению, является ментом или мусором, то можете писать. Как минимум, это некрасиво, согласитесь. Нет, среди всех бывает. Вот мы, например, журналисты, вот он и я, вот Кирилл и я, да? Я заметил. И среди нашего брата тоже есть нехорошие люди, уроды. Вот. Также и среди полицейских, где есть нехорошие люди, бывает, попадают. Вот, например. Да бывает. Мы уже недавно столкнулись с таким. Видимо, я его не знаю. Конечно, не знаете. Он... Он служит в первом отделе. В Питере, в 78-м отделе. И в первом отделе есть такой, Сан. Давайте. А, у вас работа все-таки, не служба, блин. Проболтался с Тарлейкой. Прошу вас, как, отыметь написать или как? Привлечь к ответственности ООО «Призма». ООО «Призма» и руководство супермаркета «Призма», в скобках улица Звездная, 1А, которые осуществляют продажу товаров, опасных для жизни и здоровья граждан. Запятая. А именно товаров с истекшими сроками годности. Прошу изъять и обеспечить сохранность данных качественных товаров, как предметов совершения административного права движения. Что там, юридический отдел на сосуде? Да, ну вот кто-то есть у них там, из юридического отдела кто-то. И направим вместе с материалом проверки в территориальный отдел «Роспотребный обзор» по подмежностям. Число, подпись моих слов записано верно, мной прочитано. Они уже, знаешь, что на «Кирин» и «Канасоник» говорят? Мы вам в полном объеме предлагали возврат сделать. Ну, типа неправильно, больше, что имеют в виду друг друга. Неправильно телефон держится. Я уже подписалась. И жми на долганый поле. Политенка подписалась. Вы неправильно телефон держите. Надо держать так, как молодой человек. Поэтому тебя здесь и ждали сегодня, потому что подписаны, смотрели твой стрим. Не, ну она для ТикТока снимает, или для МСССР, по выпускали съемки. Надо держать вот как молодой человек. Вот так правильно держать. Стоящий блогер молодец вообще. Нынешнее поколение блогеров растет. Вот оно. Тем более, знаешь, что... Так учитесь, вот у вас человек, который вас может научить. Они сейчас свой канал, канал там, это, Тухлопризму создадут, короче, прикинь. Вот выкладывают кто к ним из блогеров там приходит. Из журналистов. Сто процентов. Нас Тухлопритон посетил такой-то, такой-то там, да. И выявил столько-то просроченных продуктов. Но мы, конечно, не согласны, что они были просрочены. Так как покупатели, они свиньи, они должны покупать просрочку, не то, а не качественные товары. Или должны смотреть даты производства. Поэтому они сегодня готовились, они ждали тебя сегодня. Ну я же обещал вернуться еще в авторник, но нифига нет. Так они же не знали, когда ты конкретно приедешь. А сегодня они увидели стрим, поэтому они ждали, когда ты приедешь. А-а-а, они стрим смотрели, точно, в азбуке. Что, нет? Точно, заявляешь как представитель его призма? Какого отношения нет. А говоришь, что нет? Говоришь, нет, они не смотрели. Откуда можно смотреть? Так я просто канал подписан, я не смотрел стрим. Так ты-то нет, они-то, да? Мы про Лит, говорим, про астризмовцы. Я не знаю, что компания. Что они нас ждали. Откуда они тогда тебя знают? Мы говорили, что мы говорили, что мы в азбуке, вкуса, на Литейном. Что обязательно сегодня сюда уже поедем. Откуда они тогда тебя знают? У меня просто это все, со САПСАМ 5.30 на Москву. Ну вот зам подходила к тебе, спрашивала. А ты снимаешь? Я же все-то слышал. Не знаю, спокойно. Камера тоже писала. Анаик, вам может помогла подойти? Ну да ладно, ну хватит уже, а? Как девочка, себя устроишь тут вот честно. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Почему заверующий директор приходит к нам и получает? Ознакомленный. Здравствуйте. 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 23.19. Слышал, да? Хотели отобрать у полицейского товар, короче. Кто хотел отобрать? Он. Вы там что ли? Да. Хотел отобрать у полицейского товара. Хотели отобрать товар, а просили ознакомиться с идеалами дела? Пускай приходит в отделение и ознакомливается с доверенностью. Дима Торзок. Дима Торзок. Характер, лейтенант. Мы будем за вас, если что. Мы будем за него За то, что он все сделал Все правильно и все по закону На фоне этой Ну что, что могу сказать Конечно же Радуюсь, что справедливость восторжествовала Возврат был сделан Но Я понес траты на такси Вот сюда, в одну сторону 665 рублей Обратно сейчас столько же потрачу Плюс время, блин И это конченый, конченый непорядок Мне очень нужно было доснять эту призму Так как они в прошлый раз В край оборзели И самое главное Знаете, что вам скажу? Если вы будете торговать просрочкой То что случится? А если вы еще торгуете просрочкой Тогда мы идем Именно к вам Подписывайся на канал И жми на долганный колокол Чтоб быть в курсе Нравятся видосы? Ставь лайки Пиши комменты Репост видео в соцсети И родина тебя не забудет Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok